Галина Сметанина Галина Сметанина Галина Сметанина Галина Сметанина Каждый из свистулек обладает особым голосом. И вы даже, наверное, слышали сейчас уже современные свистульки. Чем больше отверстий на рабочей поверхности, тем колорит и палитра звуковая мягче, гибче и разнообразнее. В Рязанском художественном музее сейчас представлена работа мастеров со всего региона. Подобная выставка проходит здесь впервые и приурочена к празднованию Единого дня народных промыслов и ремесел Рязанской области. На ней представлены и довольно раритетные изделия, хотя пока никто не может точно сказать, когда в нашем регионе начали заниматься гончарным искусством. Здесь богатая палитра и временная палитра богатая, но, конечно, самые ранние игрушки, они находятся в музеях нашей страны. Это и русский музей, и музей изобразительных искусств в столицах, но и в нашем Рязанском художественном музее есть что показать. И мы рады, что мы можем поделиться этим счастьем, этим солнцем. Это действительно драгоценные крупицы народного искусства, понятные и близкие всем. Даже самые современные произведения искусства, представленные здесь, отсылают к самым корням глубокой древности. Любая, конечно, игрушка, женская фигура, прежде всего, восходит к образу богини языческой. Может быть, это макошь или еще какие-то древние женские образы. Поэтому, конечно, я изучаю фольклор, изучаю традиции. Поэтому даже моя авторская игрушка, естественно, носит черты, свойственные народной игрушке этой традиции древней. Приходя на эту выставку, посетители попадают в потрясающую атмосферу, словно в гончарную сказку, с которой может ознакомиться любой желающий. Экспозиция будет представлена для гостей до середины весны. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».